Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Дональду Трампу предъявили обвинение в суде Манхэттена. Затем бывший президент вернулся во Флориду и запланировал выступить встречу в Мара Лага. Это кажется важным, так что мы покажем его в прямом эфире. Но сначала следует разобраться в том, что мы только что видели. Самый трезвый взгляд на нашу страну часто исходит от людей за ее пределами, издалека виднее. Итак, вот президент Сальвадора Наиб Букеле заявляет в Твиттере следующее, цитата. Думайте, что хотите о бывшем президенте Трампе и причинах обвинений в его адрес. Но представьте, что в какой-либо другой стране правительство арестовало главного кандидата от оппозиции. США больше не способны использовать в кавычках демократию во внешней политике. В тысячах миль от Нью-Йорка, в сердце Центральной Америки, ясно видят, что произошло в суде Манхэттена. Это очевидно и для многих демократов. Трампу предъявили обвинение, потому что он собирался бросить вызов Джо Байдену на грядущих президентских выборах. Все очень просто. И если бы Трамп ушел на покой в 2020-м, обвиняли бы его сегодня? Конечно, нет. Демократы наверху знают, и некоторые фактически признали это. Либеральный блок «Политико» опубликовал статью с описанием того, как высокопоставленные советники Джо Байдена предсказывают выдвижение Трампа республиканцами и, поскольку теперь его обвиняют в преступлениях, он проиграет всеобщие выборы. Благодаря этому уголовному делу Белый дом Байдена считает, что колеблющиеся, ключевые избиратели на выборах теперь, цитата, «навсегда недосягаемы для Трампа». И для того, чтобы точно лишить Трампа доступа колеблющимся, он должен вернуться в суд Нью-Йорка в окружении медиашутов за несколько недель до первых республиканских праймерис. Это самая дерзкая попытка вмешательства выборы в истории нашей страны. И если вы сомневаетесь, если вы думаете, что все честно, советуем вам внимательно посмотреть на обнародованный обвинительный акт. Дональда Трампа обвинили в 34 отдельных преступлениях. При близком рассмотрении они оказались одним и тем же преступлением, которое повторили 34 раза, а именно, цитата, «фальсификация деловой отчетности». Окружной прокурор Манхэттена считает, что Дональд Трамп посылал свои деньги разным людям по разным абсолютно законным причинам, но неправильно отобразил это в своей деловой отчетности. Вот в чем его обвиняют. И даже если Трамп сделал то, о чем говорит прокурор Элвин Брэк, Трампу нельзя предъявить обвинение из-за истечения срока давности. Итак, как Элвин Брэк затащил в суд Дональда Трампа? Он сделал это, утверждая, что Трамп сфальсифицировал деловую отчетность, чтобы нарушить другой, гораздо более серьезный закон. Вот что говорит Элвин Брэк. Закон штата Нью-Йорк запрещает фальсификацию деловой отчетности с целью мошенничества и сокрытия другого преступления. Именно в этом суть дела. 34 ложных утверждения с целью скрыть другие преступления. Это уголовное преступление в штате Нью-Йорк, независимо от того, кто вы. Мы не можем и не будем мириться серьезным преступным поведением. Подзащитный неоднократно делал ложные утверждения о финансовой отчетности в Нью-Йорке. Он также побудил других сделать ложные утверждения. Итак, вот что сказал Брэк, если вы невнимательно слушали лекцию. Преступление Дональда Трампа не в изменении финансовой отчетности, а в изменении отчетности с целью скрыть другое серьезное преступление или обмануть кого-то. Итак, давайте по порядку. Какое более серьезное преступление? Мы понятия не имеем. Потому что Брэк нам не сказал. Нет более серьезного преступления и в обвинительном акте. И вот в чем суть. Дональду Трампу не предъявили обвинения в более серьезном преступлении. Так что на данный момент у нас нет обвинения, содержащего конкретные нарушения закона. Это не только антиконституционно, но еще и смехотворно. Как насчет мошенничества, о котором только что по телевидению заявил Брэк? Он утверждает, что Трамп посылал деньги Сторми Дэниелс, чтобы повлиять на результат выборов 2016 года, и таким образом он пытался, цитата, обмануть избирателей. Это серьезное преступление. Брэк утверждает, что Трамп нарушил закон о финансировании предвыборной кампании. Кстати, это федеральное преступление. Проблема в том, что он не нарушал закон о финансировании предвыборной кампании. Никто этого не утверждает, за исключением Федеральной избирательной комиссии, которая расследовала этот вопрос. Так что с точки зрения закона, это дело, 34 преступления, не имеет никакого смысла. Это глупо. Но как политическая тактика, чем это и является, это вполне может сработать. Вот почему СМИ так горячо ее поддерживают. Смотрите. Своего рода альянс разных групп исторически обездоленных и притесняемых. Будь то евреи, или черные американцы, или ЛГБТ, которые могут объединиться и отразить нападение белых христианских националистов на американскую демократию. Вы не знаете, какую роль может играть этот человек в будущем нашей демократии. Это кампания по дезинформации, постоянно подрывающая нашу демократию. Однажды люди посмотрят назад и скажут, как мы с этим справились, с проблемой Трампа. Как это влияет на нашу демократию? Это может быть главным событием, поворотным моментом в том или ином смысле. Федеральные обвинители сказали, что это преступление, угрожающее нашей демократии. Итак, это угрожает нашей демократии, и поскольку мы так заботимся о демократии, мы не дадим ведущему кандидату другой партии бороться за президентство, не дадим избирателям голосовать за него. Заметьте, они не сказали ни слова о каком-либо преступлении, то есть о нарушении закона? Так в чем тут дело? Вы, должно быть, слышали, как гость МСНБС Питер Бейнард описывает представление в Манхэттене как часть большого широкого наступления коалиции оскорбленных с целью, цитата, «отразить нападение белых христианских националистов на американскую демократию». Что ж, если вы ждали реальный мотив, вы дождались. Вот он, обдумайте это. Это кажется вам правосудием? Или это больше похоже на племенные законы? Чем это и является? Редактор субтитров А.Семкин.